Парарарам, парарарам, парарарарам! Он стал символом дружбы братских народов, живущих под одной крышей под названием Советский Союз. Как вы считаете, этот праздник может быть некой ассоциацией того кино тюркского мира, который тоже вскоре к нам вернется? Ну, я надеюсь, я надеюсь, что так и будет. Кинопродюсер из Казахстана Канат Рыбай уверен, что настали другие времена. Кино тюркских народов, которое когда-то воспитало целую плеяду звезд и гремело на весь Союз, переживает новый виток в своем развитии. Долгое время, благодаря каким-то, я не знаю, идеологическим причинам, политическим причинам, многие родственные народы, именно тюркская семья, они были разобщены, можно так сказать. Ну, сейчас, в последние годы, наметилась такая тенденция по сближению. Это родственные культуры, общие традиции, общая история. И то, что сейчас этот процесс достаточно бурно развивается, я думаю, это хорошо. Это один путь, который связывает народов. И я желаю успеха, во-первых, в работе фестиваля. И это кино, конечно, зеркало жизни. Холодная патья, а вам туда за часы отправили. После 20-летнего застоя они решили объединиться, чтобы заявить о себе вновь. В октябре 2017 года в Стамбуле прошло первое заседание Президиума Ассоциации кино Тюркского мира. В состав Ассоциации вошли известные деятели кино из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Турции и России, которые теперь в мире тюркского кино будет представлять именно Татарстан. Основной посыл всех членов Ассоциации именно этот был. Давайте вернем на евразийское пространство фильмы тюркских стран. Они отличаются тем, что там очень ярко выраженные национальные особенности народов. Да, может быть, этим фильмам не хватает экшена или каких-то технологий супер-пупер современных, но зато там есть человек в кадре и есть настоящее отношение в кадре. Этот международный фестиваль тюркского кино, который состоялся в Казани, стал, так сказать, первым пробным шагом. Каждая страна представила такую картину, которая, по словам организаторов, могла бы отражать именно ментальность того или иного народа. Это их главное отличие. Но в каждой стране существуют схожие проблемы, которые зачастую можно решить только сообща. Я считаю, что проблема заключается в том, что на самом деле продаются больше всего те фильмы, которые боевики и так далее. А те фильмы, которые отражают общечеловеческие ценности, этические моральные нормы, они как-то остаются в стороне. Вот он, старый добрый кинопроектор, где фильмы показывали через вот такую кинопленку. В кинотеатрах говорят, что эти машины не работают уже лет 10. Публичный показ фестивального кино будет происходить через вот эту машину. Хотя принцип работы здесь тот же самый. Картинка транслируется на большой широкоформатный экран именно отсюда. Несмотря на то, что на фестивале будут представлены и старые киноленты, все они уже оцифрованы. И люди смогут их увидеть, так сказать, в новом современном формате. Плевать я хотела на вашу плотину. Можете утопить меня, но я с места не сдвинусь. Особенность этого фестиваля была и в том, что для кино не установили какие-либо временные границы. Вот, к примеру, фильм «Красная косынка», снятый турецким режиссером Атиф Елмазом 40 лет тому назад по роману Чингиза Айтматова. И это уже старая добрая классика. Старик из Казахстана, охотник из Хакасии и судьба простой татарской женщины Биби Нур. Этот фильм Юрия Фетинга, снятый в 2009 году, в свое время стал открытием нового татарского кинематографа, у которого когда-то была своя история и который, как уверены многие, начинает свой новый путь. Мы очень часто любим плакать, что у нас еще нет, нет, да есть уже давно кино, но оно такое. Оно должно постепенно, как любая эволюция, появляться. Не может кино резко стать самым лучшим в мире. Хотим, конечно, но надо все-таки поглядываться по сторонам и свое дело не забывать, болеть им каждый день, идти к своим идеям, к мыслям, и скорее всего так получится. Езира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.